Что делать с антироссийскими санкциями? Вопрос, на который Европе нужно будет ответить уже через месяц на саммите ЕС. Но усталость от раздумий над ним чувствуется. И такое впечатление, что все участники обсуждения мучительно придумывают, как сохранить лицо. Ведь уже стало общим местом. Санкции неэффективны, страдают от них. Экономики Европы не меньше, чем российская. Выжить в условиях даже очень жестких и очень долгих санкций, и выжить неплохо, можно. Это доказал Иран, построивший абсолютно независимую от Запада экономику. Россия нелегко, но и она строит. И в отсутствии западных кредитов, и в ограничениях на импорттехнологии, и при низких ценах на нефть и газ. И потихоньку уже началось. И недовольство европейских лидеров тем, что Германия на продлении санкций настаивает. Это заявляет Меркель. Глава Митштайнмайер поправляет, да вроде можно санкции ослабить. Но при этом накануне правительство Германии решило, Россия отныне не партнер, а соперник. И эта доктрина что-то совсем новое в наших отношениях с Германией в новейшем периоде. И президент Италия Ренца заявляет, что он едет на питерский экономический форум поговорить о сотрудничестве. И глава ЕС Юнкер тоже собралась на форум, чтобы с Россией сверить часы и объяснить позицию Европы. И даже по мелочам. Дни Москвы во Франции, контракт с Германией на строительство трех заводов. Встречное заявление Москвы. Подумаем над ослаблением ответных продуктовых санкций. Мой коллега Евгений Баранов анализировал, что за процесс пошел. Ведь заявления Меркель, Москва под санкциям, пока минские протоколы не выполнены, выглядят ритуальными. На фоне другого ее заявления, Россия постепенно сближается с Европой. И настанет день, когда мы будем единым экономическим пространством. От Владивостока до Лиссабона. К началу лета все копившиеся годами и так и нерешенные проблемы Объединенной Европы обострились настолько, что грозят перейти на качественно новый уровень. Приток беженцев, вызванные им угрозы терроризма, финансовый кризис Юга Европы и проблема общеевропейской безопасности после событий на Украине, ни на один из этих вопросов Брюссель так и не нашел убедительного ответа. В сложившейся ситуации страны-члены Евросоюза начинают поиски самостоятельных решений. Их лидеры понимают, что дальнейшее бездействие в скором времени может обернуться для них политическим кризисом. И катализатором обостряющихся противоречий стал вопрос об отмене санкций против России. Европа разделилась. Мы об этом много говорим и нет нужды повторять достоверный факт. Среди проблем сегодняшней Европы и санкции против России тоже. Это один из элементов, который провоцирует возникновение разногласий и создает среду, в которой берут начало споры по вопросу о недостаточном единстве. Я бы даже сказала об откровенном разброде среди европейских стран. Ситуация осложняется еще и тем, что власти Евросоюза, привыкшие во всем слепо повиноваться воле Вашингтона, вдруг почувствовали себя брошенным. Драматический предвыборный расклад в самих Соединенных Штатах временно отвлек внимание всевидящего ока от Старого Света, и еврочиновники в эту трудную минуту оказались предоставлены сами себе. Им бы воспользоваться этой возможностью и проявить себя, но они боятся пошевелиться, не будучи уверенными в том, как их самостоятельность будет воспринята новым хозяином Белого дома. По моему мнению, катализатором перемен станет результат американских выборов, потому что именно исходя из него можно будет судить о том, возможно ли перезагрузка российско-американских отношений. Это окажет влияние на Североатлантический альянс, что приведет к изменениям в отношении к вопросам европейской безопасности. Я думаю, что от результата этих выборов зависит очень многое. Меж тем, драматизм и ситуации придают тот факт, что большинство острых проблем европейцам предстоит решить все-таки в отсутствии хозяина уже этим летом. Те же санкции. Их срок истекает в июне. Самое простое было бы отложить решение до избрания нового президента США, просто автоматически продлив действия санкций против России еще на полгода. Однако с того момента, как вопрос натянутых отношений с Россией из экономической стал переходить в военно-политическую плоскость, разногласия в рядах Евросоюза оформились в расколы. Список стран, выступающих за полную или частичную отмену санкций, растет. Против санкций. Венгрия, Словакия, Греция, Италия и Кипр. За их автоматическое продление – Великобритания, Польша, Швеция и страны Балтии. Стягивание войск НАТО к западным рубежам России и наши ответные действия постепенно превратили проблему санкций в вопрос войны и мира. Ситуация очень непростая. Уже не одна страна, а сразу несколько объединились и выступает против возобновления санкций. Есть еще и другой момент – встреча на высшем уровне в Варшаве. Июльская встреча НАТО, которая самым тесным образом будет связана с вопросом санкций. Очевидно же, что за санкции выступают те же страны, которые ратуют за увеличение военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Таким образом, предстоит ожесточенная борьба между сторонниками санкций и наращиванием сил НАТО с одной стороны и теми, кто выступает против массированного военного присутствия на Востоке Европы и поддерживает прекращение санкций с другой. Будучи причиной разногласий между государствами-членами Евросоюза, антироссийские санкции постепенно становятся заметным фактором внутриполитической борьбы в ведущих странах Европы. В Германии русский вопрос уже вызвал разногласия в правящей коалиции. Лидер социал-демократов, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер всячески подчеркивает, что вопреки упрямству канцлера Ангела Меркель, Германии надо искать пути из полежения с Россией. Все мы знаем, что безопасность Европы давно находится под угрозой, не только из-за конфликтов в Европе. Ирак, Ливия, Сирия — длинный список. Не существует единственной мировой державы, которая положит конец этим конфликтам. Поэтому нам нужны новые расстановки, союзы региональных, глобальных игроков. Если посмотреть на структуру и участников конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке внимательнее, то можно прийти к заключению, что без России мы далеко не продвинемся. Без России не получится, но есть надежда, что иногда будет получаться вместе с Россией. Ангела Меркель, в свою очередь, оказалась в двусмысленном положении. С одной стороны, при полной беспомощности Брюсселя, именно она оказалась в положении, смотрящей за лояльностью Евросоюза Белому дому. С другой стороны, чем жестче она выступает как лидер единой Европы, тем меньше ее воспринимают в качестве лидера в самой Германии. Немцы скоро отправятся к избирательным урнам, и вопрос об отношениях с Россией может стать для Меркель роковым. Американцы, почувствовав недоброе, уже бьют тревогу на страницах Wall Street Journal. Германское общество просто трещит по швам. Ведущие германские политики все чаще склоняются к тому, что европейские санкции необходимо ослаблять. При этом многие в Берлине особо подчеркивают, что пришла пора существенно улучшить некогда процветающие отношения с Москвой. Вместе с тем, максимум, что на данный момент могут позволить себе сегодня противники антироссийских санкций, сознающие опасность санкционной войны для Европы, это попытаться изыскать обходные пути для ослабления санкционных мер. Ничего удивительного в том, что недавнее согласие председателя Еврокомиссии Жанна Клода Юнкера принять участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме было воспринято именно в этом ключе. Он был немедленно обвинен во всех смертных грехах, что надо отдать ему должное не повлияло на его решимость приехать в Россию. Из всего множества накопившихся проблем, вопрос нормализации отношений с Россией многим европейцам представляется самым простым. Более того, они убеждены, закончив разногласия с Москвой, Европа упростит себе решение всех остальных своих проблем. Отсюда и инициатива итальянских регионов, и голосование французских парламентариев, и заявления немецких политиков, и истерика прибалтов и поляков. Все это вместе приводит к мысли о том, что в Европе зреет заговор. И вопрос лишь в том, кто отважится первым. Каждый сейчас пытается разузнать, в каком направлении все будет развиваться дальше и воспользоваться появившимися сейчас возможностями для маневра. Так что я думаю, что это будет не одна страна, а целый ряд стран ЕС, которым захочется прекратить санкционные режимы, чем скорее, тем лучше. Я лично уверен, что уже в ближайшие несколько недель на фоне референдума в Великобритании о выходе из ЕС в Евросоюзе возникнет весьма интересная расстановка сил. Но, повторюсь, нет смысла тыкать пальцем в ту или иную страну, иначе против этих государств будут приняты контрмеры, например, внутри НАТО, и все инициативы будут пресечены на корню. Мы же хотим, чтобы санкции в итоге отменили. С течением времени все больше европейцев понимают, что оказались заложниками той игры, в которой поначалу считали себя самостоятельными игроками. Ведь все начиналось с Украины, которую три года назад поставили перед заведомо ложным выбором. Или-или. Теперь в таком положении, разрываемой между полюсами притяжения, оказалась и сама Европа. Искусственный выбор между идеей мнимой солидарности Запада и реальными экономическими интересами, традиционными торговыми связями уже испытывает на прочность европейское единство. А учитывая очевидную неспособность Брюсселя взять на себя ответственность за совершенные ошибки, совсем не факт, что это испытание будет пройдено успешно. Евгений Баранов, Евгений Маруськин и Андрей Маслихов. Воскресное время. Евгений Баранов, 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 Евгений Б